Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня с моей сестрой, младшая семьяна Пригоря, в этом плане все ровно, взаимопомощь. В каком плане? Но у других родственников и некоторых коллег на работе есть явные заскоки. С двоюродными общение практически взошло на нет, хотя раньше дружили. Там старшая сестра забивает сам мужа, себя, своих детей в пользу младшей сестрой. Младшая сестра этим бессобственно пользуется, и старшая семья в кредитах с двумя детьми в раскрепленной обнушке, но она бегает помогать своей сестре, жалея и рассказывая всем, как то сложно живется. С двумя детьми в свежее отремонтированной обставленной троечке, у которой муж, работая за границей, высылает регулярно деньги и посылки с подарками, оттуда оплачивая коммунальные. Младшая настолько любит прибедняться, что знакомые ей в церкви помощь принесли, как нуждающийся, пакет вношенных вещей. Мне такое наблюдать противно. Другие примеры менее красочные, но ближе. То, что мама опекает своего родного брата, одинокий старый холостяк, любящий выпить, мне понятно, я особо не трогаю. А вот муж совсем другая история. Он еще до новогодних праздников ушел жить к матери, и за месяц не спросила дочери, которой нет и года. Сообщения присылают каждый день. Жаловался у нас от своей племянницы, что кто-то не забыл, а ребенку отец нужен, пока я не сказал, что заблокируем. О нашей дочери, повторюсь, что за месяц даже не спросил и не вспомнил. Последились мы именно из-за того, в смысле, там, что сестре его не повезло с мужем, хотя она такая же, то не ядец, безработный, обоим за сорок. Развивалась с ними новость, какая она несчастная с ребенком, школьница из младших классов, и мамы пенсионерки сидят, страдают. Вот как понять такую ситуацию, если бы так только муж себя вел, то я бы просто решил, что идиот. Но меня, походу, такие идиоты окружили. Я вполне понимаю, что родным нужно помогать, но как при этом можно ставить крест на себе, и те, как он перезаботится, просто обязан. Я не возмущаюсь, просто искренне не понимаю, пишет автор. Дальше. Одно знаю, спорят с такими людьми бесполезно, ведут себя как зомби, хотя люди не глупые. Я в сценариях и игр их читал, а знаю, что из них можно выходить, что и делаю, буквально прекращая общение. Хотя, наверное, можно по-другому. Вопрос, как вести себя с играющими родственниками, просто пережидать, если общение хочется сохранить. Вот тот же муж не оставляет попыток меня прозуметь. Стараюсь вызвать жалость к племяшке. Пока грубо не пошлю, не отцепится. Единственное, что племяшке поможет, это хороший пенок ее мамаши, чтобы на работу шла. А жалеть, только ситуацию усугублять. Такое мое мнение. Смотрите. Прежде чем выходить из игр, каких-то, нужно вообще, для начала, вам перестать говорить о других людях. и начинать говорить о себе. Начинать думать о себе, говорить о себе, изучать себя, смотреть на себя, исследовать, если хотите, если хотите, себя. То есть, ну, то есть, понимать себя, учиться, вам нужно. Да, вот. Дело в том, что пока вы говорите про других людей, пока вы говорите про других, ничего не изменится. От слова совсем. Пока вы будете говорить про других, пока вы будете ожидать чего-то от других, пока вы будете хотеть чего-то от других, ничего не изменится. не изменится ситуация, а то, что будете делать вы, это просто, просто реагировать вы будете. Реагировать будете по-разному. Иногда злостью вы будете реагировать. Иногда вы будете реагировать, ну, на мой взгляд, более корректно иногда вы будете реагировать вот менее корректно. Вот. Но, так или иначе, вот все, что вы будете делать, вы будете реагировать. То есть вы будете выступать ну, вот ни много, ни мало таким вот реагирующим по сути дел, реагирующей стороной. Вот. устраивает ли вас это? Я, честно говоря, не думаю, не думаю, что вас это может устраивать. Вот. Это первое. На что хочется обратить ваше внимание? внимание. Это то, что мне показалось, что вы настроены в ситуации с мужем. И вся эта история, которую вы рассказали, как будто бы является что-ли, что-ли, квинтэссенцией, последней каплей, верхней точкой, верхней точкой, если угодно, того, назревающего конфликта между вами, внешне внутри вас. Вот. Вот. Что-ли ситуация с мужем так на вас повлияла, что вы постали так реагировать? Вот. Хотя, конечно же, всех тонкостей и всех нюансов я знать не могу. Я знаю одно, что у ваших родных, вероятно, у вашей семьи есть проблемы личных границ. И есть проблемы личных границ. Само собой и у вас. У вас есть эта проблема? Это угадывается в том, как вы воспринимаете своего мужа, мужа, как вы относитесь к своему мужу. Вот. Называй его идиотом, да, и так далее. это, на мой взгляд, очень хорошо видно, что вы выстраиваете отношения с людьми пути. Немножечко по деструктивному, как мне кажется, пути, а именно по пути жестко, жестко детерминированных социальных ролей, где у каждого человека есть своя как бы функция, которую он должен выполнять. Если человек эту функцию не выполняет, то ваше общение начинает спорчаться. нет, конечно, я ни в коем случае не говорю о том, что ваш муж, например, прав. Ни в коем случае я так не говорю. Но ваш муж, он, вероятно, всегда был таким как ваш муж он он буквально всегда скорее всего и был таким и вел себя так как ведет. так вы его какое-то время на мой взгляд принимали. вы принимали его, пока надеялись видимо, что он изменится. когда вы поняли, что человек не изменится, вот вы начали с ним ссориться. все это связано с тем, что все это связано с тем, как вы воспринимаете партнеров и как вы воспринимаете себя. Вот на мой взгляд на мой взгляд я подчеркиваю вы привыкли думать в первую очередь о других и с вами это играет такую вот достаточно злую как мне кажется шутку. Вот когда я может быть может быть постоянно а может быть и периодически вы чувствуете себя как бы жертвой. Вы чувствуете, что вы жертва. Вы чувствуете, что вас окружают те, кто хотят как-то ну вами воспользоваться может быть кто не хотят с вами считаться и так далее. и вполне возможно что это правда. Вполне возможно что это правда так. Но ваша задача заключается в том, чтобы защищать себя самой. Чтобы не ожидать от людей того, чего они не могут вам дать. так. Но поскольку вы думаете о других в первую очередь так же как все ваши семьи, то это поражает и ожидания. Ведь если я думаю о других, то я обо мне буду думать. А это к сожалению не всегда так. И вы можете видеть, что это не так. и это ваша боль на мой взгляд. Ну основная боль на мой взгляд. Скажем так. И на мой взгляд с этого вам и нужно начинать перестать ожидать от людей чего-то, что они могут вам предложить дать и так далее. Вот. Чем быстрее вы от этого откажете, тем лучше. дальше. 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 Надо ли помогать своим близким? Конечно. делать это можно и нужно только тогда когда хочется. Не тогда когда это нужно кому-то. понимаете? А давайте посмотрим как это делаете вы. На мой взгляд вы это делаете как раз таки в учебе. Вот. Ну вот то что вы говорите вот то как вы об этом говорите то как то как вы жалуетесь на ну на окружающих. Вот. Об этом прямо свидетельствуют. К сожалению. Понимаете? Какая штука. У вас много ожиданий. У вас много желаний. Много того чего вы хотите но ждете что это дадут вам другие люди. Понимаете? Какая штука. Ну опять же повторюсь по крайней мере мне так видится. То есть понятно что я могу быть не брат. Вот. Понятно что я могу ошибаться. вот. Но мне кажется именно так здесь все и обстоит. Вот соответственно самый лучший способ не вступать в игры это быть самым собой. самым собой. Что значит быть самым собой? Это от них не означает что вы должны поселять людей. Но на мой взгляд это означает что вам нужно учиться говорить о том что вам нравится. все в порядке вещей. Но как часто вы говорите прямо о том что важно. о том что вам важно. Именно вам. А не о том что только что касается других людей. Например ваша дочь. Понимаете? Вот. Таким образом мне кажется что вы находитесь в постоянной профлекцией когда через других людей вы пытаетесь ну как бы получить для себя то что вы хотите сам. И это совсем не есть хорошо. На мой взгляд. Вам это может принести и вам это скорее всего принесет только разочарование. то есть с этим словами ничего хорошего. По сути. Вот. Вот такая вот история. Поэтому на мой взгляд у вас запрос именно запрос когда вы спрашиваете как не играть как не играть это именно вопрос. запрос а запрос как сделать так чтобы мне было комфортно. Как сделать так чтобы мне было хорошо. Вот. Как сделать так чтобы я была бабульна в любом случае в независимости от того что делает мой например муж да понимаете какая штука и мне кажется мне кажется мне кажется что это не так просто сделать у вас много злости много обиды много чувств много много чувств и на мой взгляд ваша задача заключается в том чтобы для начала эти все чувства прожить а уже потом видно будет что дальше делать просто прожить немножко освободиться от своих эмоций которые у вас есть вот а дальше будет проще как как мне видится сейчас они вас по моим ощущениям переполняют то чтобы это было не нормально просто вас это на мой взгляд вам это мешает в первую очередь самой и именно это не позволяет вам устраивать адекватные контакты с другими людьми вот чего хотите вы как вы хотите и что вы можете для этого сделать на этом все буду благодарен за обратную связь по моему ответу и позволит вам начать на собой работу я желаю вам всего самого доброго и удачи